В Строенцах реставрируют знаменитую Башню Ветров. Это культурный и исторический памятник Приднестровья, а еще местная туристическая Мекка. Ее построили в честь спасителя Петербурга, графа Витгенштейна. Но спустя полтора века спасать нужно саму башню. Подробности в сюжете Юрия Чернявского. Крутая тропа ведет на край скалистого плато. Здесь, на самом краю утеса, находится памятник архитектуры 19 века – знаменитая Башня Ветров. В Рубницком районе это одно из самых древних строений. Башню построили 152 года назад по приказу княгини Эмилии Трубецкой в память о ее отце Петре Витгенштейне. Два века назад известный фельдмаршал посадил в Строенцах террасовые виноградники и создал элитное виноделие. Но в российскую историю граф Витгенштейн вошел как спаситель Петербурга от армии Наполеона. И вот наступил момент, когда спасать нужно башню, построенную в его честь. Она пережила несколько землетрясений. Устроена она на сухой кладке. Произошло смещение блоков, разрушение одной из колонн. И существовала вероятность, что обрушение башни и утрата этого памятника. Сейчас башня в безопасности. Вот такая металлическая конструкция сковала ее по периметру. Евгений Выродов показывает, для чего нужна эта конструкция. С ее помощью будет приподниматься верхний купол, в это время меняться разрушенная колонна и в то же время возвращаться все блоки смещенные на свое место. Вот цель этой конструкции. После того, как все работы будут проведены, эта конструкция будет разбираться и башня будет иметь первоначальный облик. Новый купол планируют установить уже в ближайшее время. Широкие щели между кубами и известняка, скорее всего, заделывают раствором. Для надежности башню продержат в металлических упорах до следующего лета. Потом планируется благоустроить тропу к ней и оборудовать стоянку. Реконструкция башни ветров финансируется за счет программы развития ООН. Башня выиграла в конкурсе. За ее спасение в интернете проголосовали жители Приднестровья и Молдовы. Юрий Чинявский, Владимир Погоня, ТСВ.